6 мая, город Новосибирск, протестная суббота, площадь Ленина. Дрёмов Владимир Филиппович примерно месяц назад здесь, на площади Ленина, записывал два обращения в Следственный комитет. Причем одно из них было подкреплено письменным обращением. Обращение было к Бастрыкину по поводу бездействия руководителя Следственного комитета по Новосибирской области. Зарипова, да? Да, исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета. Бездействие заключалось в следующем. Мною было подано заявление, сообщение о преступлении. Оно не зарегистрировано надлежащим образом. Ну, оно зарегистрировано, но надлежащим образом талон не выдан. И проверка в порядке статьи 144-145 не проводится. Мои жалобы на действия и бездействия руководителя Следственного комитета Зарипова, значит, на руководителю Следственного комитета Бастрыкину направляется, опять же, рассматривать Зарипову. Что нарушает закон, даже статью 8, пункт 6 федерального 59-го закона. Недопустимо направлять рассмотрение жалоб тем должностным лицам, на которые граждане жалуются. Владимир Филиппович, вы сказали, что в Следственном комитете вашу жалобу назвали репликой. Поясните, пожалуйста. Нет, немножко не в Следственном комитете. Значит, в связи с тем, что мне не предоставили ознакомиться с материалами проверки, да, я обратился в прокуратуру области, что мне не предоставляют ознакомиться с материалами проверки. И когда должностное лицо прокуратуры, фамилия ее Пирогова, Анна Сергеевна, предоставила мне материалы для ознакомления, я обратил внимание, что протокол от 17.07.2021 года, он практически нечитаемый. Там копия этого протокола, она нечитаемая. Я, значит, и у нас получился, так сказать, спор, что вот нечитаемый протокол, она говорит, читаемый. Я говорю, хорошо, Анна Сергеевна, вы возьмите его, прочитайте, а я послушаю. Она отказалась мне его прочитать, ссылаясь на то, что согласно инструкции в ее не входят эти обязанности. Я что делаю? Я, значит, не подписал там документы, никакие акты, указал, что я не ознакомил, вернее, ознакомился с документами частично, так как протокол нечитаемый, и он не подлежит ни прочтению, ни фотографии, ни фотографированию. И я на бездействие, вот на действие следа этого работника прокуратуры Пирогова написал жалобу прокурору. Мою жалобу рассматривал заместитель начальника управления по надзору за уголовно-проциально-оперативной деятельностью РП Резепкин Петр Геннадьевич. Вот этот Резепкин Петр Геннадьевич мою жалобу на бездействие действия, значит, работника прокуратуры, подчиненную прокурору Бучману, да, и Резепкин, назвал, значит, мою жалобу о частичном ознакомлении с надзорным производством. Он назвал ее репликой, то есть моя жалоба поимела статус реплики. И, опять же, мне было отказано в удовлетворении жалобы, что Пирогова, она, так сказать, вправе, значит, отказать мне в прочтении. Ну, понимаете, такая ситуация. Если документ нечитаемый, да, я прошу должностного лица, вы прочитайте его, она мне отказывается. Ну, что за игра? Что за детский сад? Я, значит, обратился с этим жалобой прокурору области, да, был на личном приеме. Однако вот эти все документы, значит, ему не были предоставлены на личном приеме. Ну, это же просто безобразие. Безобразие, однозначно. Владимир Филиппович, скажите, пожалуйста, вот все-таки вы к Басыркину обращались. Какие-то действия ведутся или они не ведутся и вестись не будут? Нет, значит, то, что я обращался к Басыркину, его подчиненные направили, опять же, на рассмотрение. К нему же, на кого я жалуюсь. И какие-то действия там ведутся? Нет, 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 никаких действий, полное бездействие продолжается. Что вы собираетесь с этим делать дальше? Ну, я буду обращаться, собирая материал и буду писать в Генеральную прокуратуру, которая осуществляет надзор за Следственным комитетом. Наша прокуратура областная, значит, на мои жалобы действия не приводит. Не совершает никаких действий. Да, не совершает никаких действий. Ну, Владимир Федорович, тогда желаем вам удачи и ждем от вас новостей по этому делу. Надеюсь, вы чего-то добьетесь и будем ждать от вас новостей. Вот мой документ, здесь написано, относительно вашей реплики в акте о частичном ознакомлении с надзорным производством, поскольку в нем протокол объяснения нечитаемый, а Пирогова отказалась вам его прочитать. Разъясняю следующее, что Пирогова имела право не читать мой документ. Ну, как быть, как мне доказать, что он не читает? Что делать-то? Написали протокол, который невозможно прочитать, сами его читать отказываются, а людям-то что делать-то с этим? Ну, вопрос риторический, что делать? Владимир Филиппович, вам успехов, ждем от вас дальнейших новостей.